Руслан Алиев провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов. На повестке дня поднимались вопросы подготовки к проведению мероприятий, посвященных предстоящему празднику День защитника Отечества, социальная помощь членам семьи участников специальной военной операции, реформирования системы ЖКХ республики и многое другое. А также говорилось о реализации программы до газификации приобретения жилья для детей-сирот. Директор социального фонда «Все вместе» Селимхан Мерзиханов доложил, что семьям граждан, призванных на военную службу в зону СВО, выдается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также выплаченная единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. Семьям погибших военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев. И за каждой семьей персонально закреплен соцработник подведомственных Минтруду учреждений. Далее на заседание выступил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Артур Сулейманов. В свою очередь он отметил, что единый оператор заключил договор с организацией технологии коммуникаций на поставку программно-аппаратного комплекса и выполнение работ по созданию информационной системы. Помимо этого идет работа по объединению активов предприятий ЖКХ. Принято муниципальное имущество и осуществляется операционная деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения города Каспийска, в сфере теплоснабжения город Избербаш. Для того, чтобы снизить негативные воздействия на акваторию Каспийского моря, докладчик озвучил следующее. Подготовлена заявка Республики Дагестан на строительство мантыградских канализационных коллекторов города Махачкалы. Общая стоимость 2,3 миллиарда рублей, из которых средства Фонда развития территории составляют 2,2 миллиарда рублей. Заемщиком по данному проекту также станет единый оператор. Это денежные средства 2023-2024 года. Генеральный директор ООО «Газпром Межрегион Газ Махачкала» Ленар Мансуров рассказал о том, как проходит программа догазификации населенных пунктов региона и с какими трудностями приходится сталкиваться в ходе работы. Руководитель сообщил, что в соответствии со сводным планом графика общее количество негазифицированных домов 2492 в 304 населенных пунктах, из которых планируется газифицировать 100%. В 2023 году предусмотрено исполнение 1083 заявок. Сейчас уже выполнено строительство газопроводов до границ земельных участков домовладения по 327 заявкам, что составляет 30%. В рамках совещания руководитель администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов сообщил, что с 20 по 23 февраля в регионе пройдет ряд мероприятий ко Дню Защитника Отечества. Это акции, флешмобы, концерты и многое другое. Но самое главное, отметил он, это обеспечение адресной помощи ветеранам и участникам боевых действий, в том числе выполняющим свой воинский долг в ходе СВО и их семьям. Заключительный доклад прозвучал от министра образования и науки Республики Яхей Бучаева. Он сообщил, что с 2020 по 2022 год обеспечено жильем 1043 детей-сирот. В прошлом году на эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено более 700 миллионов рублей. На 17 февраля 2023 года из приобретенных 392 жилых помещений с детьми-сиротами заключено 379 договоров найма специализированных жилых помещений. На 1 февраля текущего года в списке состоят 4085 детей-сирот, а 14 лет и старше. Из них у 3276 детей-сирот возникло право на получение жилья. Завершилось заседание оперативного штаба рядом поручений Руслана Малеевым по каждому из озвученных докладов. В особенности, держать на контроле вопрос обеспечения детей-сирот жильем.